Вы смотрите новости севера Башкирии. Начнём выпуск с региональных новостей. Башкирские спортсмены завоевали 9 медалей на третьей всероссийской спартакиаде инвалидов. Она прошла в Ешкар-Але. Сборную Башкорстана представили 55 спортсменов. Лучшей плавчихой на дистанции 100 метров в стиле «Баттерфляй» стала Мелисса Кояшева. Среди юношей на вторую ступень пьедестала поднялся Иван Голицын. Бронза у Павла Байтырова. На дистанции 200 метров вольным стилем бронзовую медаль завоевал Иван Голицын. Плавание на дистанции 50 метров золото у Дарины Гельвановой. Серебро у Ленары Богдановой. Данил Терновой стал бронзовым призёром. Лучшей в толкании ядра стала Валерия Касаткина. В дзюдо Александр Сикач. Он прошёл в Училах. В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных городов и районов республики. По итогам всех заездов Бирянин занял второе место, уступив лишь ухимскому спортсмену с Центра технических видов спорта имени Кадырова. В многоквартирных домах Малонакоряково-Мишкинского района идёт ремонт подъездов. Его проводят в рамках реализации национального проекта формирования комфортной городской среды. В подъездах покрасили стены, отремонтировали полы. Правда, местами. Жильцы недовольны качеством выполненных работ, отсутствием ремонта крыши и систем отопления. В одном из домов протекает крыша, образуя ржавые подтёки на свежей побелке. Сельчане надеются, что к окончанию сроков работы строители исправят все недочёты. Турнир по шахматам прошёл в Мишкино. Его провели в Центре детского и юношеского туризма «Путник». Соревнования приурочили к Международному дню шахмат. В нём приняли участие взрослые и дети до 15 лет. В итоге лучший результат среди ветеранов показал Евгений Малмыгин. Иосиф Имаев стал серебряным призёром. Валерий Шамаев – бронзовым. Среди детей до 15 лет победил Михаил Давлеев. Второе место завоевал Максим Ашиев. А третий – Ратмир Шамсуддинов. Победителям вручили медали и дипломы. А самым маленьким участником турнира – блокноты юных журналистов. Провести турнир помогла уроженка Мишкинского района Элеонора Давлеева. Ныне она живёт в Новом Уренгое. Работает педагогом по шахматам в школе. Женщина закупила необходимые для соревнований материал и оборудование. В Бураево отремонтировали подъезды в многоквартирном доме по улице Строителей номер 20. Здесь оштукатурили и покрасили стены, потолки, заменили окна и двери, установили новые светильники, заменили доски, полов и ступенек. Также начали ремонт в подъездах дома по улице Строителей 5. Весь строительный мусор рабочие полностью убирают из ремонтируемых подъездов. Межрегиональный фестиваль народного танца восточных морей «Шикандра» «Серебряная верёвочка» пройдёт в Калтасах 10 августа. Этот танцевальный праздник получил в Калтасинском районе постоянную прописку и стал его своеобразным культурным брендом. Конкурс проведут по номинациям «Народная верёвочка» и «Сценическая верёвочка». Для юных артистов детских коллективов учредили свою номинацию. Подготовка к фестивалю в самом разгаре. Артисты оттачивают свои номера, обновляют костюмы. Оргкомитет оперативно решает вопросы, чтобы всем гостям и участникам фестиваля было удобно и комфортно на гостеприимной Калтасинской земле. Конкурс мастеров машинного доения прошёл в Краедельском районе. Он состоялся на базе фермерского хозяйства «Артакульское». В состязании приняли участие 17 доярок из 9 хозяйств района. Конкурсная программа состояла из трёх этапов. Теоретическая подготовка, сборка и разборка доильного аппарата, санитарная часть. На первое место, набрав максимальные 50 баллов, вышла Людмила Рамазанова. Второе место заняла Нина Варзакова. Третье — Наиля Акберова. В номинации «Опытная доярка» отметили Минигель Яхину. Самой молодой участницей назвали Галину Яговцеву. Женщин наградили почётными грамотами администрации района и ценными призами. Победительница конкурса примет участие в республиканском этапе профессионального мастерства. Это все новости на сегодня. А теперь переходим к прогнозу погоды.